Всем привет, друзья! Меня зовут Никита и вы на канале Крот ТВ. Сегодня я расскажу вам про троллейбус ЗИУ-9 и его модификации. Поехали! Как вы узнали из предыдущего выпуска, в конце 60-х годов 20-го века ЗИУ-5 перестал восприниматься как современный троллейбус. И ЗИУ в 1966 году начал разработку и проектирование новой модели ЗИУ-9. В том же году был построен первый прототип. Затем в 1968 году был построен второй прототип, отличавшийся от первого шириной кузова и имеющий индекс ЗИУ-9А. В августе 1972 года началось производство первой серийной модификации ЗИУ-682Б. Почему не ЗИУ-9Б? А потому что произошло приведение маркировки к требованиям отраслевого классификатора. И вместо цифры 9 модель получила индекс 682. Эти первые серийные машины несколько отличались от экземпляров более поздних выпусков. С 1973 года стали делать округлые колесные арки вместо угловатых, ставить другой электродвигатель. Также произошла замена пневматической подвески с реактивными штангами на пневморесорную. В 1991 году разработчики заменили высокий разделитель ступеней задних и средних дверей, установленные за наличие задней низкопольной площадки, поручнями, закрепленными на дверях. Правда, пришлось убрать низкопольную часть. В настоящее время сохранилось несколько экземпляров ЗИУ-682Б. Но все они музейные. Исключение составляет троллейбус с бортовым номером 562, который до недавнего времени находился в регулярной пассажирской эксплуатации в Запорожье. Сейчас же ему требуется капитальный ремонт. Но, как всегда, катастрофически не хватает средств. Но Запорожье далеко, так что послушайте небольшой рассказ про экземпляр, находящийся в музее ГЭТ в Санкт-Петербурге. Когда троллейбусы такого типа ЗИУ-9 у нас в городе эксплуатировались, как говорится, очень жирным слоем, я со своими коллегами отдавал отчет в том, что, в общем-то, выпуск троллейбусов уже прекращен. То, что в городе их большое количество, совершенно не умаляет ценности первых ЗИУ-9. И один кузов нам, 4-й троллейбусный парк, согласился передать в музей самого раннего типа. Мы его перевезли на площадку, где хранились перспективные экспонаты. Прошло несколько лет. Мы все-таки сделали невозможно. За полгода восстановили такой троллейбус в образце 1973 года. А это означает, что он отличается от современных и вот этой светотехникой, и угловатыми вырезами колесных арк, которые можно посмотреть на этом троллейбусе, и планировкой салона, и окраской, и многими отличиями мелкими, которые сейчас уже начинают бросаться в глаза. И, как оказалось, сделанная работа была совершенно не зря, потому что за последние 3-4 года мы с этим троллейбусом уже участвовали в ретро-пробегах, и снимались в кино, и участвовали в различных программах. И оказалось, что техника, в общем-то, востребована. Востребовано, поэтому всё то, что сохраняется, реставрируется в музее, это рано или поздно оказывается правильный шаг, правильное решение. В конце 1976 года началось серийное производство следующей модификации ЗИУ-682В, пришедшей на смену ЗИУ-682Б. Отличие заключалось в некоторых косметических деталях и наличии электрических штангоуловителей. С 1988 года завод перешёл к производству модификации ЗИУ-682В-012, оснащённой другим электродвигателем. В 1989 параллельно началось производство переходной модификации, на которой электрический привод механизма открывания дверей был заменён пневматическим. К концу 80-х отдельные элементы конструкции троллейбуса, выпускавшегося на тот момент уже почти 20 лет, значительно устарели. Поэтому одновременно с запуском в серию последних модификаций ЗИУ-682В готовилась к производству более глубокая модернизация данной модели троллейбуса, которая получила обозначение ЗИУ-682Г. Опытные экземпляры были выпущены ещё в 1988 году, а с 1 февраля 1991 года завод полностью перешёл на их серийное производство. Модификацию можно различить по следующим признакам. Спереди под лобовым стеклом размещена решётка воздухозаборника. Изменилось расположение окон. Значительные перепланировки подвергся пассажирский салон троллейбуса. Большая часть сидений вдоль левого борта кузова заменена с двухрядных на однорядные. Большие изменения претерпела кабина. Перегородка за спиной водителя, ранее имевшая овальное окно, стала глухой. В самой кабине изменилась компоновка приборной панели. Однако не всё было так радужно. ЗИУ-682Г по сравнению с предыдущей моделью ЗИУ-682В имели облегчённые несущие элементы корпуса, что существенно сокращало время эксплуатации машин. С 1997 года стала выпускаться модификация ЗИУ-682Г-012. Внешним отличием стало уменьшенное по высоте боковое окно кабины водителя. Также небольшие изменения претерпела планировка салона. По сути, это была адаптированная для внутреннего рынка модификация экспортной версии троллейбуса ЗИУ-682Г-010, производство которой началось ещё в 1992 году. Параллельно в 1998 году началось производство ЗИУ-682Г-014, на котором вместо старых диванов в салоне были установлены индивидуальные мягкие сидения. Данная модификация также оборудовалась статическим преобразователем. В результате продолжения работ по модернизации троллейбуса в том же 1998 году появилась модификация ЗИУ-682Г-016. Наружная обшивка бортов кузова стала выполняться из цельно тянутого оцинкованного стального листа. Створки дверей стали подвергаться дополнительной антикоррозионной обработке специальным составом. Проведена большая работа по повышению электробезопасности троллейбуса. Также применена система блокировки хода при открытых дверях. Ещё в середине 90-х годов стало очевидным, что расположение электрооборудования под полом пассажирского салона не удовлетворяет современным требованиям электробезопасности. Тогда, в 1995 году, была спроектирована модель ЗИУ-52642, представляющая собой существенную модернизацию ЗИУ-682Г с выносом части электрооборудования на крышу и другими изменениями. Однако, по ряду причин, в серию она не пошла. А первой серийной модификацией с выносом части электрооборудования на крышу стала ЗИУ-682Г-017, запущенная в производство в 2000 году. Но в Санкт-Петербурге она не эксплуатировалась, так что не будем долго на ней задерживаться. Следующей серийной модификацией стала ЗИУ-682Г-018, производившаяся с 2001 года. Эти машины были аналогичны ЗИУ-682Г-017, за исключением выноса электрооборудования на крышу. С октября 2002 года серийно выпускается модификация ЗИУ-682Г-016.02, представляющая собой дальнейшее развитие модели ЗИУ-682Г-018. Но так как она тоже не эксплуатировалась в Санкт-Петербурге, то сразу перейдём к следующей. С 2004 года серийно выпускается троллейбус ЗИУ-682Г-016.03. Его основное отличие от ЗИУ-682Г-016.02 заключается в том, что рама кузова выполнена из швеллера, что увеличивает жёсткость кузова и делает его более стойким к коррозии. В остальном всё так же, как и на ЗИУ-682Г-016.02. В обшивке применены современные материалы, окна пассажирского салона имеют тонированное стекло, установлено панорамное лобовое стекло, система управления реостатно-контакторная, большая часть тягового электрооборудования вынесена на крышу троллейбуса, пассажирский салон оборудован раздельными сидениями, повышена электробезопасность. С сентября 2009 года в связи с окончанием лицензии на производство, выпуск троллейбусов ЗИУ-682Г-016.02 и ЗИУ-682Г-016.03 прекращён. Помимо этих основных модификаций, в Санкт-Петербурге эксплуатировались ещё две. Первая ЗИУ-682 с индексом ГН. Это были учебные машины, изготовленные на базе ЗИУ-682Г, с расширенной кабиной водителя, предназначенной для размещения дополнительного места водителя-инструктора. И ЗИУ-682УА, экспортная версия для Аргентины, но поставки были сорваны. Кстати, интересно, что тот самый музейный троллейбус, о котором я с коллегой рассказал в начале видео, это нечистокровный ЗИУ-682Б, а реплика, переделанная как раз и ЗИУ-682УА за номером 4629. А на этом всё, друзья. Если понравилось видео, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь. А я с вами прощаюсь, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok